И снова здравствуйте, дамы и господа! С вами Септ, и я приветствую вас в третьем и уже последнем спецупуске по Мечу Магии 8. Как обычно, поговорим насчет нереализованных особенностей игры, предметов по какой-то причине, оставшихся в ресурсах, графики и других вещах. Надо сказать, что этой части и этого всего удовольствия меньше всего, если сравнить ее с предыдущими двумя. Может быть запланированно по этой игре было не так много, поэтому она получилась несколько сырая что ли? Нет, а все понимают, что многие считают восьмую часть лучшей игрой в серии Меча и Магии, но все равно, согласитесь, что по сравнению с другими двумя играми она получилась довольно бедная. Кто серьезно, встречается по игре знаком по Мечу Магии 7 части подземелья, правда, несколько иной раскраски. Можете даже на гноме шахты посмотреть или, скажем, на подземелье под Огурской крепостью. И ничего не узнаете, да? Ну, впрочем, это все мало имеет отношение к нашему спецупуску, так что давайте уже побыстрее перейдем к сути и начнем с рассмотрения нереализованных предметов. Итак, первый предмет в нашем инвентаре это большое латунное кольцо. Большое кольцо из латуни, поскольку это часть дверного замка. Честно говоря, вообще нет идеи по поводу того, где он около пригодится, но раз предмет убедит по узкой квестов, значит он мог бы пригодиться по какому-то заданию. На, скажем, запертую дверь открыть или, наоборот, выдернуть это кольцо из нее и принести потом его в качестве доказательства выполнения данного поручения. В общем-то, гадок тут может быть полно и мне будет на самом деле интересно послушать ваше предположение на этот счет. Следующие два предмета от волшебной ключа Ключ Огра. Как видите, похоже, они чем-то на магические камни с самого начала игры, то есть вполне могли использоваться для активации некоторых порталов на Кинжальной Ране. И если взять во внимание вот это название, то есть Ключ Огра, то мне возникает весьма любопытная версия. То, что этот ключ по мне мог выпасть того же самого Укромака Зога в Ордовской крепости, и нужен был для того, чтобы активировать портал, переносящий на порядку базы на одном из островов Кинжальной Раны. Ну а другой ключ мог приносить на Вулканический остров. Странно-то было бы, конечно, остров-то сплыл совсем недавно по меркам игры, а так, оказывается, там еще ворота какие-то стояли. Возможно, чтобы ключи выпилились недавно, потому что к тому этапу игры, когда игроки пойдут, скажем, в библиотеку или на Орегно, у них уже по-любому будет и полет, и хождение по воде, и тогда портал уже вряд ли будет куда-то использовать. Так, теперь и пиратская шляпа. Шляпа моряка. Внутри написаны слова УП Стэнли. Да, ребята, по этой шляпе уж в водой серии говорил, что она была нужна по заданию по поиску клада ужасного пирата Стэнли, и ее нужно было принести к издадателю в качестве доказательства ее нахождения. Но квест оказался слованным, шляпу по какой-то причине в игру так и не добавили, хотя я не думаю, что ее было так сложно в лицу дуков запихнуть. Ну, в общем, непонятно. Остается только надеяться, что воду из модов ее все-таки вернут, только и заработают правильно. И, наконец, последний предмет — это заколдован амулет. Безделушка любимо прятан мир Рэгны за внешний вид, а не за магические свойства, которыми можешь обладать. Еще один предмет, связанный с Рэгной, и, возможно, их планировалось продавать по отдельности, а не сразу все коробка, как получилось в итоге. Кстати, в ресурсах игры встречается еще одно изображение этих амулетов, уже похоже на то, что содержится в коробках, правда, изображение-то нигде не используется. И у предмета нет пометки квестовой, так что вариациях продаж мне кажется более логичным. Ну что ж, ребят, вот и все. Нереализованные предметы в игре можно и по пальцу перечитать. И как раз-таки пять. Но по части графики Меча Магии 8 все несколько интереснее, так что давайте перейдем и на к этой части. Ну, первое, что бросается на глаза, это то, что встречается знакомые нам предметы Седьмой Меча Магии. Скажем, сосуды душ, плановой разрушитель, части алтаря, даже гибрилен. И, надо сказать, то даже про розы не забыли. Единственное, что в игру ее не добавили, а то было бы хоть по классике, то, что можно было добавить в игру розы, бы хотя просчитать ее описание. Затем у нас встречается такое-то изображение свитка. Вот как по мне, это отлично подошло для различных сообщений, и непонятно, почему сообщения в этой игре выглядят по-разному. Они просто за это в адвитаре постоянно путаются, и непонятно, какие из них вообще надо продавать. Если же не так осталось в ресурсах, мы, наверное, так никогда не помним. Идем дальше. И теперь нам попадается довольно странный на вид книжечка. Филет она какая-то. Как по мне, странно было бы видеть в игру такую перекрашенную градмастерскую книжечку, и, возможно, именно так должны были выглядеть уникальные книги, скажем, Пророчество Солнца или Книга Истории Капсулы Времени. Ну, причин, почему ее не реализовали, я могу назвать лишь две. Просто и странный внешний вид и дешевая перекраска. Так, теперь мы видим такой вот пояс. Выглядит довольно-таки круто, неплохо бы подошло для пояса Берсерка. То есть, серьезно, внешнийся пояс использует графику пояса художника, и поэтому его можно было бы ошибки продать. Почему эту графику не использовали, я не совсем понимаю, но, возможно, у вас сникли какие-то трудности по части кода. И, наконец, последнее, что нам попадается по части предметов, это такие вот ключи. Опять-таки, дофигища просто ключей, которые в игру только не вставили, но, возможно, графику для них делать уже просто заранее. Потом разработчики всяких локаций в подземелье уже понимают, что их некуда девать. Поэтому, увы, в ресурсах они так и остаются. Хотя, как по мне, некоторые из этих ключей выглядели довольно-таки прикольно. Переходим теперь к портретам. Портретов в игру не ставили совсем немного, так что о них мы поговорим быстро. И, как видите, здесь мы имеем такие вот лица. Да, ребята, это лица главных героев, которых, по идее, можно было еще где-то нанять. Об этом в лишний раз свидетели стоит бледно-зеленый цвет на фоне. И основная причина, почему их так и не добавили, ну, просто потому что на них не хватило домов, да и персонажа каждого класса можно было нанимать всего по 4 штуки. Хотя довольно глупо, что некоторые портреты все-таки повторяются. Например, в команде можно было иметь такую-то картину. Или даже вот эту. Так что нереализованный герой, это вот эту проблему могли бы и решить. Ну, а теперь по части графики у нас остаются лишь заставки. Могу предоставить вашу внимание нереализованный загрузочный экран. Как видите, гоблины тут сражаться с какой-то армией. Непонятно, почему его вырезали. Вроде смотрится эффектно, да и в стилистике игры. Ну, возможно, раз в игре гоблинов не оказалось, но поэтому экран-то и выберели. Затем мы видим вот это. По идее, эта заставка должна была мелькать в гостинице, но вырезали по той простой причине, что она, по сути, оказалась ненужной. Потому что то, что мы видим в итоге, это только полезная информация, где можно было посмотреть доступных героев и то, что на них надето. Хотя было бы неплохо сделать так, чтобы экипировку можно было посмотреть, если вы тыкать на какое-то определенное лицо, и тогда заставка хотя бы нашла свое применение. И последнее. Это он в одной из первых серий уже показывал. По идее, так должен был выглядеть до Моракула. Да и портрет для него планируется особенный. Так что спрашивается, почему в результате это все получилось иначе? У меня есть только одна версия. Этот растрожающий звук под конец анимации. Только прислушайтесь. Ну, я думаю, вам не очень приятно было бы слушать это в игре. Но, с другой стороны, этот косяк может уже исправить. И таким образом еще до загадки больше. Так, по части графики все. Остается только поговорить именно насчет нереализованных идей. Их еще меньше, на самом деле. И одна из таких идей это класс друида. По идее, должен был владеть мастерской магией эго-стихий, насколько мог понять. И плюс еще возможность раскачивать рукопашную бою ловкость. Об этом, во-первых, свидетельствует совершенно беспрестный предмет под названием друидский браслет силы, который должен был использоваться по заданию для класса продвижения. И плюс еще не вырезанный из игры навык рукопашной бою ловкости. То есть, серьезно, оба эти навыка вполне можно добавить в игру с помощью редактора сейвов. Правда, раскачать их только никто не сможет. И плюс еще из навыков осталось умение стрелять из бластера. Возможно, еще бластера планируют свернуть в эту игру. Возможно, это все осталось из-за дышка седьмой части, на основе которой эта игра-то и делалась. И знаете что? Я могу даже сказать, что только друиды хотели вести рукопашный бой. Поиграйте просто в девятую часть и вы узнаете об этом. Так, теперь давайте посмотрим на этот скритшот. Да, как вы могли понять, это один из первых скритшотов этой игры. Я даже не удивлюсь, что он еще до сих пор остался у кого-то на дисках. Но что вы тут видим? Сражение между пиратами и ящерами. Плюс карта кижальной раны. Да, казалось бы, стандартная ситуация, что на первых скритшотов просто кидают офигище всего, чтобы сделать игру более привлекательной для первых играющих. Но все равно, у меня возникала версия, что стабы разновидностей магов и арбалейщиц пытались запихнуть еще на кинжальную рану. То есть пираты-то могли быть там еще даже далеко не одни. Но их могли бы удалить еще по той причине, что они просто, скорее всего, унижали первых игроков, и поэтому тех же пиратов-магов мы сможем видеть только на пиратской базе, а арбалейщиц вообще только на арене. На арене, кстати говоря, встречаются и другие интересные товарищи. Например, другие две разновидности темных альфов и именно тавров. Ну и вроде вот почти что и все. Единственное, я хотел бы показать напоследок набросающие карты региона Вори. Как и выяснил, эта карта далеко не из авторства разработчиков, сделали ее всего лишь фанаты. Об этом свидетельствуют хотя бы наличие белогоблинов на карте, о которых любили сочинять легенды в шестой части, да и неправильное географическое расположение. Но знаете, в восьмой части именно за снежную региону-то не хватало, так что возможно было бы неплохо по такому его региону погулять, согласитесь. И вообще да, я первое время думал, что карта действительно составлена разработчиками, поэтому я в одной серии как-то говорил насчет того, что его хотели вот в игру везти. И что-то насчет ледяных гигантов там спаривал. В общем забудьте, чертова фанатская карта меня просто ввела в заблуждение. Ну и теперь точно все. В восьмой части вроде рассказал все, что смог, больше уже ничего давать не смогу. И так уже прошел, посвятил где-то целых 35 выпуска, так что на это предлагаю этот цикл-то и закончить. Да, ребятки, наконец-то вы добили восьмую мечемагию, и в будущем после нее ждите прохождение какой-то другой части. Ну в первую очередь я хотел бы вернуться в другий цикл, наверняка многие сейчас ждут продолжения вторых героев, и плюс еще страф с первыми мечемагии напрашиваются. У игры вроде достаточно короткие, так что мы с ними должны наверняка управиться в свое время. В общем дальше видно будет, а на этой замечательной ноте я с вами прощаюсь. Ну и с вами все это время был ваш покорный дослуга Септ, всем пока и удачи, и до скорых встреч.